приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сидникова сегодня ролик только о творчестве о поделках о вязании давно не общались я все больше выкладывала как-то видео шоц потому что друзья меня поглотил просто поглотил процесс вязания процесс каких-то новых идей и в этом ролике я поделюсь этим своим творчеством своими процессами с вами кто следит за каналом и смотрит видеошот вчера я показала вот эту вот красоту сегодня я в этом видео немного покажу процесса как я это делала и что из этого получилось вот вы сейчас видите как-то в одном из ролики я вам показала эту идею которую нашла на просторах интернета там конечно немножко по-другому было все это сделано я сделала по-своему и получились вот такие замечательные кружевные часики хочу сказать что не все сразу у меня получилось может быть день какой-то был расскажите у вас бывают такие дни вот как лёша говорит муки творчества вот у меня был такой день с муками творчества ничего не ладилось сколько я просмотрела схем подбирала схемы для вот этих часиков ничего у меня не получалось сколько я раз распустила процессов я вам не могу передать наверное салфеточки 3 ну в общем на полпути я распускала почему же в чем дело а дело все вот в том что мне то не нравился узор то не подходила пряжа то не подходил размер вот смотришь на схему и так вот все нравится понимаете не подходит размер тут же все должно поместиться вот в этот круг диаметром 30 сантиметров но тут же еще и цифры и нужно сделать так чтобы двигались и стрелки в общем нам училась друзья я нам училась сначала самую первую салфеточку связала не рассчитала вот видите здесь вот шайба такая вот сейчас близко близко и она должна эта шайба как бы вот этот изначальный круг с которого начинается вязание он должен быть большим чтобы вот эта шайба поместилась в этот круг представляете а я связала и не подумала об этом когда стала одевать салфеточку приклеивать поняла что она не лезет то есть вот эта шайба не помещается и я стала искать схемы где ну в общем изначальный круг состоит вот здесь из 36 столбиков без накида то есть достаточно большой круг чтобы поместить вот этот механизм в эту салфеточку вот это была первая моя ошибка распустился узор потом стала вязать выпуклые салфетки из более толстой пряжи думала но это будет как-то нагляднее и тогда они двигались стрелки в общем нам училась друзья нам училась но в итоге вот получилось вот такая красота сейчас вот открою эту коробочку вот что о чем я вам говорила вот видите здесь вот маленькое отверстие вот это вот снежинка я ее тоже пыталась примерить но в общем шайба механизма часов не поместилась вот в этот диаметр поэтому если кому идея зашла сразу вот обращаю внимание чтобы вы не тратили свое время не переделывали вот здесь вот пусть лучше больше будет вот это отверстие чтобы поместилась я туда вот этот часовой механизм вот эту салфеточку тоже я примеряла но она ну цифры тогда не помещались но вот допустим вот сейчас вот это диаметр тоже 30 сантиметров в общем а циферки здесь вот прям вот так вот то есть я пыталась разместить так чтобы цифры вот здесь хотя бы размещались но не везде это совпадало и здесь вот эти выпуклые части естественно это все мешает движению стрелок на часах и короче эта идея ну как выглядит это все красиво но часы тогда не могут использоваться как часы то есть стрелки не двигаются и смысла тогда в этих часах нет вот сейчас здесь живут мои снежинки которые я вязала зимой вот прям коробочка под эти снежинки такая красота вспомним зиму я буду еще комплект и снежинок вязать но это уже наверное ближе к осени в общем здесь сейчас в этой коробочке красивой живут мои красивые снежиночки так сладко спит моросочка в этом ящичке а я хочу показать вам схему вот этого узора я имею ввиду для часов вот такую схемку я нашла здесь немного рядов даже сейчас посчитаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 рядов вот 10 там 12 рядов должен быть узор снежинки или узор какого-то какой-то салфетки для часов диаметром 30 сантиметров вот это идеально подошла снежинкой салфетка но я переделывала схему вот вы видите вот здесь вот совершенно по-другому связаны вот эти вот элементы вот здесь вот я меняла вот здесь вот столбики столбик с накидом но мне показалось вот этот круг будет слишком толстый вот этот ободок я здесь вязала столбик с накидом а второй ряд 100 полустолбики у меня были где-то меняла вот здесь вот меняла на стол столбик с двумя накидами чтобы пошире было ну короче достаточно достаточно я внесла изменений в этот узор в эту салфетку ну в общем я постараюсь оставить эту схему во вкладке в сообщество как шаблон который повторюсь можно поменять ну там у нас там у нас видите это моня моня пытается поместиться вот в эту коробочку дочь подарила мне на праздник гиацинты сейчас попытаюсь показать вам вон они там стоят причем вот-вот расцветут видите и я вот так вот наши коты очень не воспитаны и очень неравнодушны ко всем цветам вот нашла и киевский вот такой ящик и вот таким вот способом это все закрыла чтобы спасти вот эти вот бедненькие цветочки гиацинты и вот им туда нужно маруся уже вчера я посмотрела прихожу в общем я когда этого ящика еще не было здесь закрывала и нардами и в общем коробками всякими высокими все равно залезли достали этот гиацинт с горшочка в общем не знаю воткнула живой он там или не живой в общем живых цветов в нашем доме быть не должно поэтому у меня вот хочется какой-то красоты но к сожалению пять котов не дают это сделать и поэтому у нас в доме вот такие вот искусственные цветы часы с кухни перекочевали вот сюда вот я вам показываю здесь вот получился получилось вот такое украшение вот эти вот картинки я покупала в магазине фикс прайс года два назад вот и вот здесь вот тоже получился вот такой ансамбль из часов и вот таких вот рамочек на деревенскую тематику по моему неплохо смотрится но на кухне кружевные часы я сейчас вам поставлю кусочек видео самого процесса как я это делала как сделать фон для салфетки там кстати использовался использовалась пергаментная бумага там видео без озвучки будет сейчас но вот этот фон это обычная пергаментная бумага можно конечно этот фон было покрасить но я вот приклеила пергаментную бумагу и что еще в этом отрезочке нет вот вы видите джут я сделала в два слоя джута сейчас я попытаюсь снять показать вам с той стороны как же мне это сделать чтобы вот два один слой джута вы увидите сейчас в отрезочке ролика здесь вот еще на клиент скотч чтобы придавить клей сделать вот такую петельку для часов вот и я еще сделала второй круг так скажем джута чтобы но как бы окантовку что ли сделать для часов вот вышли по себестоимости но если не учитывать там вот это кружево которая там буквально может быть 5 грамм кстати нитки виолетт здесь крючок 075 я имею ввиду я вязала вот это вот салфеточку если это не учитывать то саму заготовку то есть вот эту фанеру с цифрами циферки кстати так блестят хорошо вечером вот я покупала на вайл берез 250 рублей то ли 250 то ли 270 тоже стоит механизм сам стрелки и механизм часов но если там еще пойду посчитать батарейку которая не шла в комплекте то себестоимости получилось около там 500 550 рублей вот таких часиков но согласитесь это совсем ничего по сравнению с ручной работой и то энергетикой которую вы вкладываете в изготовлении таких часов но и потом часы как время наверное тоже как символ в которой вы влаживаете или вкладываете как правильно сказать вкладываете наверное я уже говорю влаживаете смотрю мошенников которые сидят в днепре на украине разводят наших людей и уже начинаю говорить как они потому что там касательно влаживаете менеджера вот такие вот ляпы которые они вставляют и говорят что они живут в москве и я уже просто начинаю тоже также говорить как они потому что очень много видео разводов смотрю и поднимаю себе настроение вообще конечно это все печально как люди не боятся обманывать оставлять людей без денег даже без квартир и думают что за это ничего им не прилетит но если не им так их детям почему-то люди об этом не думают ну да ладно это я отвлеклась немного от тема хотя тема мошенников меня интересует и часто смотрю вяжу смотрю слушаю и очень улыбаюсь и поднимаю себе настроение какое-то мне еще слово по дальней дальновидной далекоглядный вот такие ляпы и они говорят что они в москве покупили себе квартиры сами сидят в подвалах в тюрьмах и пытаются развести наш народ так что не попадайтесь на уловки этих недолюдей так ладно опять ушла темы в общем друзья себестоимость 550 рублей но согласитесь такие часики эксклюзив который будет украшать ваш дом и радовать глаз но сейчас я плавно перейду к теме к другой теме вязания и покажу вам не сначала сейчас ролик посмотрите как я в общем процесс изготовления этих часов ну а дальше перейдем к теме вязания а 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Итак, друзья, разбавляла я вязание изготовлением вот этих часиков, немножко отвлекалась на другую тему. А сейчас вот эта тема продолжается, продолжается вязание комплекта вот к окошку, вот этот ламбрикен и занавесочка. Кстати, по петельным мастер-классе есть на канале, пишите на почту по вопросам приобретения вязания вот этой вот красоты. Этим узором также можно его расширить и что я и сделала, можно связать и скатерть, можно вот эти вот квадратики, здесь вот их два. У меня в занавесочке, которую я продолжаю вязать, она будет вот здесь. Это занавесочка тканевая, тоже материал покупала на Вальборис, называется он Мадаполам. Очень нежная, такая невесомая, вот вы видите, просматривается она как тюль, эта ткань, просматривается все, так скажем, за окошком, а с той стороны ничего не видно. Естественно, когда включается свет, то этой занавесочки не хватит, поэтому я вяжу сюда вот такую, вот такую занавеску и сейчас я вам ее покажу. Вот здесь я в течение процесса я проглаживаю, вот вы видите, здесь получается раз, два, три уже таких квадрата, чтобы соблюсти пропорцию, я добавила, их можно добавлять сколько угодно, вот сюда, это поперечное вязание, и чтобы соблюсти пропорцию, чтобы это красиво смотрелось, я добавила еще один вот такой квадратик. Сейчас вы видите, что здесь их три квадратика, да, три или четыре, я уже не пойму. Ну, в общем, один раппорт узора вот этого ромба или квадрата я добавила, и здесь получилась вот эта вот часть шире. Значит, сама занавеска у меня получилась 60 сантиметров вот здесь вот, и что я сделала, видите, вот эти вот галочки, элемент галочки или бантики, вот это вот, это и крепление для того, чтобы вот потом вот сюда вот так вот продеть штангу, и вот здесь вот получается потом рюшек, где-то есть у меня тоже видеошот, ну, в общем, это красиво смотрится, может быть, я сейчас это все продену, вам покажу, то есть я увеличила здесь количество петелек, если здесь 5 воздушек, то вот здесь 10 воздушек, но это все зависит от диаметра вашей штанги, можно сделать и больше, если потолще штанга, чтобы потом не заморачиваться с креплениями, вот так вот продевается это крепление, посмотрите, вот такая красота, такие крестики получаются, это двигается, никаких крючочков больше не надо, ничего не надо, и это очень хорошо смотрится, вяжу я крючком 1.25 кловер эту красоту, и пряжа у меня бобинная, хемпус называется, сейчас почему-то ее нет в продаже, вот здесь вот тоже, это вот проба пера, я первый раз не угадала с размером, ну, может быть, это куда-то пойдет, может быть, вот сюда свяжу еще занавесочку, тоже будет красиво смотреться, если хватит пряжи, в общем, здесь мне не хватило длины, видите, она коротенькая, не очень красиво смотрится, здесь, наверное, сантиметров 40, а в этой вот занавесочке 60, вот, набрала петли воздушные, померила воздушные петли, вроде бы-то нормально, но так прислонила к окошку, а потом, когда вяжешь, почему-то, ну, в общем, воздушные петли не показатель получается, нужно, ну, как бы, по-другому рассчитывать, вы знаете, что я не люблю вязать образцы, да, тем более, из такой тонкой пряжи, лучше я это куда-то применю, вот, а это уже будет сама занавесочка, которая уже хорошо подходит по размерам. Вот сейчас вам покажу, как выглядит, правда, свет падает с другой стороны, поэтому не очень-то, но я думаю, вы поняли, что я вставила сюда вот такую штангу, покупала карниз, самый дешевый, за 420 рублей на Озоне, вот, который состоял из двух штанг, одна вот такая, ну, двухполосной, вторая круглая, вот, здесь приклеила вот такие крючочки, на которых держится эта штанга, ну, и нанизала сюда занавесочку. Всё предельно просто, вот так вот это выглядит, и в таком варианте, при включенном свете в доме вечером, с той стороны ничего не просматривается. Материал здесь мадаполам, я уже говорила, тоже на Вальберис покупала. Натуральный чистый хлопок, очень похож на морлёвку, вот так вот светится, что-то 2 метра шириной 80 сантиметров, это вот остаточки, тоже 270, что ли, рублей, ну, недорого, вот, хотелось натуральности, можно было слепить из того, что было, у меня есть такая вуаль, но мне захотелось, ну, чтобы всё было натурально. В общем, останется мне связать чуть больше половины, всё-таки здесь немножко должно присбариваться, где-то, наверное, рапортов 20, сейчас у меня связано 9 рапортов, ну, вот, считайте, ещё сколько там, 11 штук, 11 рапортов мне нужно будет связать, и будет вот такой красивый комплект, кадр тёмный, конечно, глаз видит по-другому, вместе, вот, вкупе с этим макраме, по-моему, ну, смотрится шикарно. И, к тому же, ещё эта занавесочка будет трансформер. У меня есть вот здесь вот два крючочка, всё, правда, не совсем подходят под, по цвету, я их уже перекрашивала, ну, можно перекрасить ещё, но, в принципе, их не будет видно. Хотя, вот сюда бы они смотрелись, ну, если покрасить в коричневый цвет, у меня, кстати, есть коричневая краска, но я уже так намертво приклеила вот эти вот крючки, что я уже не отдеру. Поэтому вот эти крючочки сейчас я прицеплю повыше, и эта занавесочка будет трансформер, то есть можно на ночь опускать её вниз, вечерний вариант, а днём можно поднимать вверх. Если слишком, ну, солнечно, немножко затенить этой занавесочкой кухню, можно сделать просто одним движением руки. Вот, друзья, прикрутила я крючок здесь, на скорую руку, может быть, потом покрашу, хотя, в принципе, его и не видно. Но лучше бы в коричневый цвет его покрасить, такой сделать, как штанга. И вот так вот теперь выглядит окошко. Ну, тёмный кадр. Конечно, лучше это снимать вечером, чтобы всю красоту увидеть, потому что глаз видит-то совершенно другую картинку. Но, повторюсь, мне нравится результат. Осталось довязать ещё большую половину, и будет вот такая красота. Просто одним движением снимается эта штанга. Вот так вот её переставляем сюда. Вечерний вариант. И окошко смотрится по-другому. Выглянуло солнышко. Надо как-то затенить. Или просто захотелось сменить интерьер. Подняли это всё одним движением. И вот эти крючочки положили. Я одной рукой сейчас здесь... Ну, в общем, надо поправить там. И вуаля! Совершенно другой вид. Надеюсь, что вам моя идея понравилась. Тем более, немного так нужно потратить на самый дешёвый карниз. Кстати, часть карниза я использовала вот там для крепления ламбрекена. Вот эти вот штуки. Конечно, там должна была быть штанга. Но изначально, я имею в виду, круглая штанга. Изначально у меня её не было. То, что было. И я начала плести макраме. Но ничего, так тоже смотрится замечательно. Вот богатый такой комплектик получился. Да ещё и трансформер. И в запасе у меня осталась ещё одна круглая штанга. Тоже, возможно, куда-то её применю. Может быть, в беседку буду вязать. Вот такое макраме на двери или на окна. В общем, время покажет. А вообще, у меня идея связать ещё такую подушечку макраме. Должна прийти эта пряжа. Вернее, не пряжа, а шнур вот этот хлопковый из нити добра. И я думаю, что-то обязательно мы с вами забабахаем. Ещё поделюсь с вами ещё одной идейкой. Вот так вот уже вырисовываются наша кухня. Часы, по-моему, в тему. В тему вот такая табуреточка. Хотела, я помню, вязать покрывало вот в этом рисунке. Кстати, тоже мастер-класс есть, называется Цветы в квадрате. Но потом всё переменилось. И, естественно, пряжи сейчас мне не хватит. Ни на какое покрывало. Хоть бы хватило на занавеску. И, может быть, ещё на какое-то украшение небольшое. И всё. А вообще, в планах у меня также связать вот в таком подобном узоре вот сюда скатёрку заменить. Вот этот пластик, салфетка из фикс-прайса. И тогда будет, ну, вообще просто замечательный комплект. Вот здесь вот тоже вязаная. В общем, получится у меня вязаная кухня. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, я вдохновила вас на какую-то хотя бы одну идейку. я вам всем желаю хорошего настроения, вдохновения, прекрасной весны. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok